Привет! Меня зовут Михаил Моисеев. Я расскажу о некоторых проектах, которыми занимается группа компьютерного зрения в ЦФТ. Мы поговорим о задаче распознавания документов, как работает наш пайплайн и какие функции мы вынесли в мобильное приложение. Затем коснемся задачи антиспуффинга, то есть определения подделок, применительно к документам и лицам. Затем поговорим о верификации лиц, то есть задачи определения, что на двух фотографиях изображен один и тот же человек. Распознавание документов у нас происходит в четыре этапа. На первом этапе исходное изображение проходит через несколько классификаторов, которые определяют тип документа, оценивают качество изображения и проверяют на спуффинг. То есть это фото документа или, например, фото скана или фото с экрана мобильного телефона. На этом же этапе сегментационная сеть, Юнет, выделяет страницы документа и угловые точки. Наличие угловых точек помогает понять, находится ли документ в кадре целиком. На основании оценки качества и наличия точек мы можем попросить пользователя сделать новую фотографию и при этом объяснить ему, что не так. На втором этапе вырезаются страницы, то есть находятся их контуры, аппроксимируются до четырех точек и по этим четырем точкам делается варпофинное преобразование. Получившиеся кропы прогоняются через вторую сегментационную сеть, которая выделяет интересующие нас поля. Мы делаем именно сегментацию, а не детекцию, потому что таким образом проще работать с искажениями перспективы и нужно меньше данных для обучения. А двухстадийный пайплайн позволяет подавать в сеть изображения не очень высокого разрешения и обеспечивает лучшее соотношение качества и времени распознавания, чем прямой поиск полей. После того, как найдены поля с текстом, делаются их кропы и подаются в модель OCR. В итоге получаем словарь с распознанными полями. И четвертый этап – это постпроцессинг. О модели OCR и постпроцессинге я сейчас расскажу чуть подробнее. Мы использовали CRNN-модель, которая распознает строк у текста целиком. Преимущество такого подхода в том, что для него не нужна посимвольная разметка для детекции или сегментации. Мы использовали в качестве бэкбоуна ResNet 34, после него рекуррентная часть на основе BLSTM и CTC Loss. Мы пробовали разные сверточные бэкбоуны, пробовали добавлять выход для байт-пэйр-энкодинг, также пробовали энкодер-декодер архитектуру на основе трансформера, но все это не дало существенного прироста точности распознавания. Но мы продолжаем активные эксперименты с разными архитектурами. Трудно собрать большой хороший датасет для ACR, а данных для обучения CRNN-архитектуры нужно много. Нам, чтобы добиться очень хорошего качества, нужны сотни тысяч строк текста. Поэтому мы используем генератор синтетики. Мы генерируем отдельно текст и фон, применяем к ним аугментации, потом блендим, потом снова применяем аугментации, и итоговую картинку уже подаем в сеть. Генератор постепенно совершенствовался путем изучения сэмплов из реального распределения, на которых ошибалась сеть, обученная на синтетике. В итоге сейчас сеть, обученная на генераторе, дает полное совпадение строки около 70-80% на реальных данных. А если обучать модель с реальными данными, то будет уже 98-99%. Хорошо, мы научились находить и распознавать текст, но сетки не учитывают бизнес-логику, поэтому иногда нужен дополнительный постпроцессинг в зависимости от типа документа и поля. Вот, например, в Испании используют двойные имена, и в поле «Имя» на картинке слева два слова, которые нужно оставить как есть. А в паспорте Таджикистана в поле «Имя» тоже два слова, но это имя и отчество, которые нужно отнести к разным полям. Кроме нормализации данных, специфический постпроцессинг помогает исправить типичные ошибки, которые часто встречались у нас, когда данных для обучения было еще мало. Например, 0 вместо буквы «О» в текстовых полях. Также на этапе постпроцессинга мы делаем фильтрацию предсказаний с низкой уверенностью, поскольку нам важно, чтобы паспорта были распознаны абсолютно правильно. CTCLOS позволяет напрямую получить оценку уверенности предсказания, и, подобрав порог для этой уверенности, можно определить неправильно распознанные строки с очень высокой точностью и полнотой. В итоге мы имеем следующие метрики для распознавания документов. Сейчас у нас распознается около 50 классов документов, их количество постоянно растет. Время анализа одной фотографии составляет меньше, чем полсекунды, но для сравнения у человека на это уходит несколько минут. Доля полного автоматического распознавания 90%, то есть 10% мы отсеиваем по уверенности, и в них большая часть просто нечитаема человеком. И точность полного распознавания всех полей в документе 98,5%, то есть это доля документов, в которых нет ни одной опечатки. Теперь перейдем к модулю фотографирования. Почему доля автоматического распознавания не близка к 100%? Да в основном потому, что люди делают фиговые фотографии. Вот типичные случаи. Это либо нужные поля не влезли в кадр, либо фото засвечено или заблюрено. Чтобы помочь людям снимать пригодные для распознавания фото, мы работаем над модулем фотографирования для нашего мобильного приложения. То есть мы хотим сегментировать верхнюю и нижнюю страницы паспорта, а также находить ключевые точки, в данном случае углы документа. Помимо этого нам нужно определять тип документа и наличие блюра или засвета. В качестве архитектуры мы выбрали LinkNet. Это облегченная модификация юнетов, которые вместо конкретинации и скип-коннекшенов они суммируются. В качестве бэкбона мы используем ResNet 18, в котором количество каналов в каждой свертке примерно в три раза меньше, чем в классической реализации. На выходе из энкодера добавлены две головы. Одна для классификации на качество документа, вторая для классификации типа документа. Так как данная сеть работает на мобильных устройствах, для увеличения скорости и уменьшения веса модели мы квантизуем ее в 8 бит и используем Quantization Aware Training для обучения сети. Мы пробовали использовать в качестве бэкбона MobileNet V2, но получилось хуже по соотношению качества и времени обработки. Но сейчас активно работаем над улучшением архитектуры. В итоге по распознаванию на мобильном приложении получились метрики, которые вы видите на экране. И по результатам работы сетки в приложении мы можем выдавать подсказки пользователю. Например, что документ слишком далеко, или документ не того типа, который мы ожидали, и так далее. Для улучшения моделей мы постоянно добавляем новые данные. Наш цикл работает следующим образом. Мы получаем новые фото, да обучаем серверные модели, при этом растет точность распознавания. Мы обучаем также мобильную модель, выпускаем новую версию модуля, и растет доля распознавания документов. Нераспознанные фотографии, которые мы отбросили по порогу, мы анализируем, думаем, что можно улучшить, и пополняем такими примерами обучающую выборку. Получается такой естественный hard sample mining. И далее повторяем весь цикл. Вот такой подход позволил нам увеличить результаты по сравнению с первым прототипом доля распознавания с 55 до 90%, точность распознавания с 70 до 98,5%. По аналогичной схеме у нас работает еще два сервиса, которые сейчас готовятся к выпуску в прод. Это распознавание показаний счетчиков и распознавание платежных поручений. Теперь перейдем к задаче антиспуфинга. Документ антиспуфинг – это сервис для определения поддельных фотографий. Под подделками мы здесь подразумеваем не какие-то сложные тщательно выполненные подделки, а просто фото с экрана или фотораспечатки документа, то есть наши типичные юзкейсы. На этом слайде показаны три примера. Слева – это фотография оригинала, по центру – фотография экрана, а справа – такой интересный случай, оригинальный документ, который лежит на экране телефона. У нас есть много фотодокументов в базе, но, понятно, подделок из них маленький процент, и разметки нет. Поэтому мы сами наделали распечаток и фото с экрана, и здесь есть нюанс. Модель легко может переобучиться на модель камеры или монитора, поэтому важно фоткать с разных телефонов и на разных экранах. В качестве классификатора мы использовали EfficientNet-B3 из библиотеки Torch Image Models, но в итоге получили довольно хорошую точность. Теперь поговорим про Face Antispoofing, то есть сервис распознавания фейковых лиц по фото или коротким видео. Мы разделяем типы фейков на четыре класса. На этом слайде показаны классы с маской и с записью с экрана, а здесь пример с распечатанным лицом, а также с дипфейком, ну то есть изображением, сгенерированным нейросетью. Недавно на Кегле завершилось соревнование по обнаружению дипфейков, решение с которого как раз мы взяли за основу своего сервиса. Для распознавания фейков мы использовали следующий пайплайн. С помощью Retina Face находим лицо, потом это лицо подаем на вход в классификатор FishingNet B3, который определяет, фейк это или нет. И такой подход дал нам довольно хорошую точность. Метрики видите на экране. А если на вход подаются видео, то на выходе мы получаем вероятность фейка для каждого кадра. И чтобы принять решение о том, есть фейк на видео или нет, можно воспользоваться разными алгоритмами. Мы протестировали несколько, и лучшие результаты показал алгоритм, предложенный Селимом Цифербековым в своем решении. В презентации есть ссылка на разбор решения на Кегле. Также мы использовали аугментацию обрезания лица по ключевым точкам для улучшения общей генерализации модели, которую тоже предложил Селим. И выравнивали положение лица по ключевым точкам. Теперь поговорим о сервисе сравнения лиц. То есть это сервис для проверки того, что на двух фото изображен один и тот же человек. К нам приходит фотография паспорта. Мы хотим убедиться, что этот человек сам нам прислал свой паспорт, поэтому просим еще сделать селфи. И в ответе сервиса мы говорим, считаем, что на селфи и на паспорте один и тот же человек или нет. Мы используем стандартный пайплайн для данной задачи, детектируем лицо человека, ищем ключевые точки. А затем выровненное лицо подаем на вход аркфейс модели. Далее смотрим на косинусное расстояние между имбидингами фотографии паспорта и селфи. В зависимости от данного скоро, пару фотографий относим к одной из трех зон. Зеленая зона, мы считаем, что это один и тот же человек. Красная зона, мы считаем, что это разные люди. И серая зона, мы сомневаемся и переводим заявку на оператора человека. Валидация проводилась на нашем внутреннем датасете, в котором примерно 25 тысяч пар фотографий. На нем мы подобрали пороги так, что число нераспознанных разных пар равно нулю, при этом коэффициент ложного отказа в доступе равен 1%, а количество пар, попадающих в серую зону, то есть переводим на оператора, составляет порядка 4%. Попадание в серую зону в основном связано с тем, что возраст человека на селфи и возраст того же человека в паспорте сильно различаются. В таком случае действительно даже человеку сложно сказать, один и тот же это человек или нет. Отмечу, что эта область хорошо развита, мы здесь ничего не изобретали, просто скомбинировали два открытых репозитория, которые указаны на слайде, и за неделю получили сервис, который снимает 95% нагрузки с человека. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Здравствуйте! Меня зовут Шушуев Георгий. Я расскажу про то, как мы применяем обработку естественного языка и речи в ЦХТ. Останавливаюсь на следующих кейсах. Это чистка и стандартизация данных. На примере адресов и FIO. Автоматизация первой линии поддержки. Подбор однотипных фамилий, имен, отчеств. Робот-обзвонщик. И виртуальные ассистенты в чатах. Обо всем этом поподробнее. Чистка и стандартизация данных. Ситуация здесь какая? То есть люди, когда регистрируются на сайте или там совершают какую-то финансовую операцию, в данном случае денежный перевод в нашей системе, золотая корона, либо делают это в точках, то могут либо допустить ошибку, либо по тем или иным причинам написать что-то не являющееся фамилией, именем, отчеством или там корректным адресом. Нам нужно этого не допустить. То есть в общем случае возможный подход здесь, конечно, хранить все возможные фамилии и имена. И если мы не нашли его в словаре, то либо там отправлять наручную модерацию, либо запрещать человеку это делать. В случае с адресами можно искать этот адрес где-то в фиасе, к ладре, в каком-то справочнике и тоже по нему бить. Но подход не совсем гибкий. И, как мы поняли, имен их, особенно наших клиентов, очень много различных. И все их сохранять не получается. Поэтому мы применяем здесь машинное обучение, в частности обработку естественного языка, для того, чтобы понять, какая строка является аномальной, то есть она не укладывается в языковую модель конкретных имен. А в случае с адресами нам нужно стандартизировать строку, которая в общем виде записана как-то... Человек прочитает, поймет. А для машины не совсем это очевидно. Там либо по запятым, либо как-то через пробелы разбивать. Вот, тут сработал подход, когда мы на какой-то синтетике генерируем адреса в произвольном виде, но как люди иногда это пишут. И потом тренируем сетку, чтобы она могла выделять эти сущности, где там адрес, где дом, где квартира. Вот, таким образом, помогаем справочникам, Elasticsearch, находить более четко этот адрес. Ну и если этого адреса там нет, или он там не жилой, еще что-то, то такие, например, в таких местах регистрироваться нельзя. Автоматизация первой линии поддержки, это еще один пример применения. В данном случае много каких-то заявок, вопросов прилетают в поддержку от партнеров. И первая линия это люди, которые что делают? Они читают, понимают, о чем эта заявка, и направляют ее в какую-то команду, чтобы она там решалась. С помощью, собственно, истории, которая накопилась до того, как мы взяли за эту задачу, и какой-то классификации, мы теперь автоматически больше половины таких заявок распределяем по командам. Подбор однотипных фамилий, имен и отчеств. Ситуация здесь следующая. То есть, когда вы получаете перевод, то вам нужно указать точно фамилию, имя, отчество, как их вел клиент. Казалось бы, задача простая, но учитывая личные транслитерации, вариации написания, здесь возникает достаточно много каких-то неприятных ошибок, когда вы не можете получить перевод, который, казалось бы, вам начислен. Как мы решаем эту задачу? То есть, когда перевод вы получаете, возникает вот такой экран, на котором вы выбираете свою фамилию из списка доступных, свое имя из списка доступных и свое отчество. Казалось бы, где тут машинное обучение? А вот, как минимум, если здесь у нас, например, было бы фамилии лишь одно мужское, остальные женские, то сразу понятно, какая фамилия ваша. А если злоумышленник каким-то образом получает доступ до вашего перевода, чтобы его себе начислить, но не знает ваши фамилии, имя, отчество, то нужно показывать фамилию, которая бы не выделялась особо из представленных, а также имя и отчество. Помимо пола, здесь есть еще какие-то национальные особенности, потому что в различных странах имена фамилии и отчества очень сильно отличаются друг от друга. Если мы будем как-то случайно показывать, то зачастую злоумышленника будет легко выбрать. Следующий пример – это робот-обзвонщик. Ситуация здесь стандартная, есть много клиентов, то есть сейчас он у нас используется для того, чтобы предупреждать людей о том, что тогда-то у них наступает дата очередного платежа, и колл-центр, он ограничен в своих кадровых ресурсах, не может обзвонить всех клиентов, которых нужно. А робот может. И провести диалог с пользователем, узнать у него какую-то интересующую его информацию, взять обещание и это зафиксировать. Вот мы и добрались до виртуальных ассистентов в чатах. То есть ситуация здесь какая? Пользователи пишут в чат за какой-то консультацией. Здесь есть, конечно, стандартный подход посадить много людей, которые будут сидеть в колл-центре и переписываться с людьми, но вопросов их однотипных очень много, и в общем случае можно классифицировать вопросы, которые к нам поступают, и давать на них автоматизированный ответ. Но на самом деле виртуальный ассистент – это нечто большее, чем просто классификатор. Здесь у нас зашито много чего. Как ни странно, первым пунктом, который на старте принес больше всей пользы с точки зрения автоматизации – это антиспам. Потому что когда вы коммуницируете со своими клиентами в канале WhatsApp, то ваш контакт у них в контакте, собственно, сохраняется, и когда они хотят разослать какое-то письмо счастья пяти друзьям или что-то в этом роде, отправить смешную картинку, то зачастую ваш контакт попадает в эту рассылку. И без антиспама операторы колл-центра отвлекаются на такие сообщения, у них заводится какая-то заявка, им надо ее регистрировать, закрывать. Собственно, первая задача, которую мы тут решали – это фильтрация спама. То есть, если это какая-то шутка, анекдот или смешная картинка, мы такое не допускаем для операторов. Классификация интентов – это базовая задача, то есть, когда вопрос пришел, мы его классифицируем, понимаем, какой нужно дать ответ и даем ответ. Определение языка. Не на всех языках мы можем консультировать. Если это язык, на котором мы не говорим, мы понимаем и сообщаем человеку о том, что пишите на русском или английском, а также, например, не все языки у нас поддерживаются именно операторами, но если мы понимаем язык и понимаем, что нужно ответить, то ответ на этом языке у нас тоже есть. OCR используется для того, чтобы понимать, что находится на картинке. То есть, если человек присылает скриншот какой-то ошибки, мы считываем, что там написано и даем консультацию в зависимости от того, что было на картинке прочитано. Задача хранения контекста и диалогов она немного не про машинное обучение, но, тем не менее, инфраструктурно это важная задача, которая позволяет нам следить за контекстом диалога, о чем, собственно, пользователь общался до этого с ботом и отвечать, исходя из предыдущих сообщений. Отчетность. На самом деле, наверное, одна из самых важных задач в данном случае, потому что нужно понимать, как работает бот, где он ошибается, где он говорит корректно, нужно отчитываться перед заказчиками этих историй и самим развивать алгоритмы и подходы, исходя из того, как на бою ведет себя, собственно, наш ассистент. Следующий пункт это ARM, настройки ассистента. С того момента, как мы развились, то есть сейчас бот, он используется в денежных переводах, в фактуре, в погашении кредитов, в федеральной системе город. Видно, что клиентов становится довольно много и настраивать под каждого, например, изменять текст, ответы или еще что-то с выносом каждой новой версии становится довольно проблематично. И нужно решать задачу некого автоматического рабочего места, чтобы люди могли зайти, либо выключить, включить себе какие-то интенты, либо завести новый, изменить текст ответа или как-то изменить немного поведения внутри сценария. Чтобы на это не отвлекаться, эту задачу нужно, собственно, решать. Ну и она, как бы, в итоге после этого масштабируется хорошо. Ну и, конечно, никуда мы не можем уйти от функционала чата, который предоставляется как клиенту, так и оператору, потому что в любом случае ассистент он ограничен тем, какой функционал там есть. Например, если есть кнопки, мы можем их использовать, не какие-то доспросы реализовывать через кнопки, а если их нет, то нужно спрашивать «да, нет» или еще что-то, что пользователь мог об этом написать. Ну и функционал чата оператора. Например, если у оператора есть возможность подсказки какой-то, которые мы ему показываем, то среди них он может выбирать. А если нет, то там надо как-то встраиваться внутрь диалога и давать дополнительную информацию. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем привет! Меня зовут Паша. Эта картинка символизирует мышь, которая не проползет. Я вам расскажу, как мы боремся с мошенническими транзакциями при помощи методов машинного обучения. Первый проект – это переводы в приложение CoronaPay с карты в какой-то пункт выдачи, где можно будет забрать наличные деньги. Назовем его «С карты в наличку» или «Карту кэш». У этого проекта есть своя специфика. В основном определяемая тем, что получателю необходимо время, чтобы дойти до пункта выдачи денег. Транзакции при подозрении на фронт могут быть заблокированы, после чего вам позвонит приятный голос и поинтересуется, действительно ли вы совершали данный платеж. Поскольку коллеги и смежные команды еще не сделали нам бесконечное количество приятных голосов, мы руководствуемся нагрузкой на операторов и блокируем не более порогового значения транзакции в день, максимизируя свои метрики в заданных лимитах. В качестве данных для создания фичей у нас есть сведения о сумме перевода, его направлении, истории переводов для данного клиента, информации о получателе, отправителе и некоторой информации с устройства клиента. На выбранных фичах у нас работает в продакшене «Катбуст». Точные метрики я назвать не буду, но скажу, что таким образом нам удается отлавливать большую часть фрода в этом направлении. Следующий наш проект – переводы с карты на карту или карту карт. В современном мире уже многие успели оценить подобные быстрые платежи. В этом проекте также есть свои особенности. Во-первых, алгоритм должен принять сам окончательное решение о блокировке транзакций, поскольку в этом случае позвонить вам никто не может. Это накладывает более строгие требования к точности определения фродовых транзакций. В данном случае мы исходим из процентов фродовых транзакций среди заблокированных. Он не может быть ниже какого-то порогового значения. Во-вторых, алгоритм должен успеть ответить за 200 миллисекунд. А поскольку мы внутри используем запросы к разным сервисам, например, для получения истории из HDFS, то это не такое большое время, как могло показаться на первый взгляд. Фичи мы используем довольно похожие на фичи из предыдущего проекта, так как источники данных одни и те же. Но есть несколько отличий. На части фичей мы делаем пластеризацию DB-сканом, после чего метку кластера скармливаем алгоритмом классификации вместе с другими фичами. Более подробную про кластеризацию в поиске фродовых транзакций можно будет почитать в моей статье на Хабре, которая будет опубликована в самое ближайшее время. В этом проекте на выходе у нас успешно крутятся в ансамбле Random Forest и Lite GBM. Отдельно хочу сказать про систему, которая предоставляет нам историю платежей. Это внутренняя разработка CFT, язык-надстройка над Кассандрой, которая позволяет очень быстро получать историю переводов выбранного клиента, а также насчитывать различные счетчики фичи, которые передаются вообще практически мгновенно. В прошлом году Сергей Луговой с Евгением Чукановым раскальзывали об этой наработке на Highload. Интересным моментом в рассмотренных проектах является разметка данных. Связано это с тем, что не все жалуются на совершение мошеннических транзакций. Поэтому если аналитики нам присылают список фродовых транзакций, он оказывается значительно меньше другого подхода. Когда мы получаем за какой-то промежуток времени фродовые транзакции по мнению модели. После этого полученный список отправляем аналитикам на очистку, что приводит к большему количеству фродеров. Объединив данные из обоих подходов, мы их используем для обучения итоговой модели. У CFT есть очень большой проект, который называется «Фактура». Им могут пользоваться как физические, так и юридические лица. Это удобный для юридических лиц сервис для совершения денежных переводов. Причем продукт плотно интегрирован с системой бухгалтерского учета 1С и позволяет формировать платежи прямо в 1С. Проект, про который я сейчас рассказываю, касается как раз юридических лиц. Это изначально хорошо защищенный продукт, в котором нужно использовать USB токены. Это определяет специфику фрода в данном продукте. Мошеннических транзакций здесь мало, но они, как правило, на очень большие суммы денег. Соответственно, бизнес очень сильно хочет максимизировать количество пойманного фрода, чтобы не нести большие потери. Тут информации об обеих сторонах сделки больше. Это и большее количество информации из платежных поручений, где указываются номера счетов, банки-получатели, отправители и обязательное описание назначения платежа. В этом проекте мы также используем сервис быстрого получения истории от транзакций, про который я говорил на прошлых слайдах. Правда, тут история переводов может быть очень большая, и на ее передачу потребуется гораздо больше времени. Соответственно, что-то нужно придумывать, какие-то фичи насчитывать на стороне сервиса, фильтровать историю, делая какие-то допущения и тому подобное. Кроме того, мы используем данные из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащего информацию об установленных документах, сменах собственников и прочее. В ближайшем времени мы надеемся на появление сервиса от разработчиков фактуры, который позволит получать представление о типичном поведении каждого пользователя, некие метрики вплоть до скорости набора с клавиатуры и последовательности, в которой заполняются платежки. Сейчас на проде на этой задачи у нас скрутится Random Forest, но есть куча идей, как можно сделать это еще лучше. Последний проект, про который я сегодня хотел рассказать, определение операции как типичной или нетипичной. Лучше пояснить на примере. У нас есть агент, который находится возле какого-то рынка, и обычно через него осуществляются переводы в страны СНГ в конце рабочего дня с какой-то известной средней суммой переводов. И тут в какой-то момент в середине рабочего дня начинают идти более крупные переводы. Такие переводы нужно приостановить и передать на контроль оператору. Сейчас действует система правил, которые останавливают подозрительные транзакции. При этом агентов очень много, и все они чем-то отличаются, и правила, которые действуют хорошо на одних агентах, могут действовать плохо на других агентах. Настраивать правила вручную под каждого агента – это нереально. В результате у нас есть очень большое количество блокировок и избыточная нагрузка на операторов. В качестве входной информации для решения этой задачи у нас были транзакции, которые блокировались правилами, а также фродовые транзакции, которых было очень мало. Нам нужно было на выходе пройтись, так сказать, крупными мазками, так, чтобы на 30% снизить огромное количество заблокированных транзакций, но при этом, чтобы все фродеры остались среди заблокированных. Это была задача для первой версии сервиса. Сейчас первая версия продукта машинного отделения успешно позволяет на 30% снизить количество блокировок, сохранив все фродовые транзакции в кластере нетипичных транзакций, что позволяет значительно снизить нагрузку на операторов. В решении этой задачи лучше всего зашел автоэнкодер. Автоэнкодер показал наиболее устойчивые результаты по сравнению с алгоритмами пластеризации. Надо сказать, что это пока единственный проект в антифроде, где работают нейронные сети. В ближайшее время мы хотим попробовать перенести опыт, полученный при решении этой задачи, в другие свои проекты. Еще стоит добавить, что у нас все модно молодежно, и все проекты крутятся в Kubernetes с GitOps. Спасибо за внимание. Всем привет! Меня зовут Владимир Козлов. Я расскажу вам о том, как устроен сервис коринга заявок. План презентации. Для начала я вам расскажу, что такое займы для нас. И какие займы мы предлагаем. Далее я вам расскажу о сервисе скоринга заявок. Потом перечислю шаги по подготовке ядра сервиса. Конкретно генерация признаков, обучение модели, реализация логикой выдачи суммы. Ну и в конце поговорим о том, как следить за работой сервиса. Так, какие займы мы предлагаем? У нас есть два типа займов. Это кэш-займы, то есть займы наличкой, и пос-займы, это займы на определенные продукты в торговых сетях Megafone. Кэш-займы вы можете оформить двумя способами. Первый способ, это если вы новенький клиент, вы можете взять мобильное приложение, заполнить заявку и получить результат рассмотрения заявки без прикладывания документов. Абсолютно. Если вас одобят, вы приносите документы в банк, и дальше уже получаете займ. Второй вариант, это оформление заявки с полным пакетом документов, который для этого необходим. Там сразу же, если вас одобряют, то вы уже стопроцентно идете в банк и получаете займ. Дальше это пос-займы. Что это такое? Например, вы хотите себе новый телефон, вы приходите в торговую сеть Megafone, говорите, я хочу телефон, в кредит. Вам оформляется займ, и вы получаете телефон. Итак, этапы оформления заявки для кэш-займов. Вот у нас есть мобильное приложение, вы, например, хотите оформить заявку, можете выбирать сумму, можете выбирать срок, соответственно, вам покажут, сколько вы нам должны будете заплатить, срок, условия и так далее. Вы нажимаете кнопочку «Продолжить». С вас попросят ввести личные данные, фамилия, имя, отчество, и ввести доходы, расходы. Нажать кнопку «Продолжить». Также с вас попросят телефон поручителя. Собственно, все. Дальше происходит какая-то магия, вы ждете секунду, две, максимум три секунды, вам приходит ответ. Заявка одобрена. Вам нужно прийти ее получить. Так вот, что же за магия происходит здесь? Ну, это сервис скоринга заявок, я думаю, всем очевидно. Представим, что сервис скоринга заявок у нас это некий черный ящик, на самом деле белый-синей рамки. У него есть точки входа. Первая точка входа — это полное оформление заявки и прохождение идентификации через телефон. То есть, как я ранее говорил, прикладываем документы, получаем одобрение, либо отказ. Это первая точка входа. Одна из. Есть другая точка входа — это предварительное оформление заявки и прохождение идентификации в банке. То есть, когда у вас нет документов на руках, вы можете оформить заявку, прийти в банк и получить займ. Далее есть точка входа — так называемая быстрая оценка клиента без заполненной заявки. Что это значит? По некоторым клиентам у нас же есть все документы. Например, клиенты, которые брали первый займ. Мы не хотим с них собирать документы дополнительно. Еще раз мы можем просто сразу сказать, какую сумму мы клиенту одобрили. Также есть точка входа для оформления заявок в торговых сетях Мегафона. Итак, ну это все точки входа. Что у нас внутри сервиса? В начале, внутри сервиса, после точки входа у нас стоят проверки. Проверки и стоп-факторы. Какие могут быть эти стоп-факторы? Допустим, мы проверяем допустимый возраст. То есть, мы не можем выдать займ человеку, возраст которого меньше 18 лет. Также, например, мы проверяем действительность документа, удостоверяющего личность на недействительные паспорта, займы не выдаются. Ну и, соответственно, там вот ряд подобных проверок стоит. После того, если проверки пройдены, запрос на скоринг уходит в ядро сервиса. Вот ядро сервиса — это как раз-таки то место, где реализованы все ML-ные штуки, там лежит ML-модель. Ядро сервиса дает ответ, дает ответ оно по каждой точке входа. Здесь для примера приведена именно опросовая точка входа. Собственно, как сделать такое ядро? Нужно для начала сгенерировать признаки, на которых мы будем обучать модель. Дальше нам необходимо, собственно, обучить такую модель. И после того, как мы обучим модель, нам нужно по результатам предиктов этой модели прикрутить логику выдачи суммы, чтобы понимать, какому клиенту какую сумму выдавать. Начнем с подготовки данных для обучения модели. Представьте, у вас есть куча источников данных. Вам нужно как-то взять с ними и работать. То есть у нас, допустим, есть N источников данных. Мы пишем N скриптов, которые генерируют из них признаки. Но пока что это еще не датасет. Дальше мы конкатенируем эти признаки по ID заявки. Соответственно, у нас получается датасет итоговый, в котором у нас есть ID заявки и все признаки под эту заявку. Теперь вот мы говорим, что у нас есть датасет. Мы можем на нем тренировать модель. Соответственно, датасет у нас версионируется. Живет он на GitLab. Для версионирования файлов мы используем DVC. Датасет на самом деле у нас уже очень большой. Пайплайн работает примерно 4 часа, но это позволяет нам в течение 4 часов всегда получить актуальные признаки. Итак, закончились приготовления признаков. Теперь у нас есть все признаки. Мы хотим обучить модель. Я покажу вам пример одной из валидационных схем, которые можно использовать. У нас есть данные, отсортируем их по времени и побьем на две выборки. На тренировочную выборку и на тестовую выборку. В тестовой выборке будут находиться данные, которые по времени получаются самые свежие. Итак, тренировочную выборку разобьем на 5 фолдов и проведем 5-фолдовую кросс-валидацию. В результате такой работы мы получим 5 моделей. Вот это пример того, как обучать модели. Что же с ними делать дальше? Мы через каждую модель прогоним тестовую выборку. Получается, в первую, вторую, третью, четвертую, пятую загоним тестовую выборку. Получим предсказания. 5 штук. Усоединим эти предсказания и получаем для каждого займа на тестовой выборке усоединенное предсказание. Теперь нужно каким-то образом понять, как мы будем сумму-то выдавать. Давайте для начала эти предсказания отсортируем. Дальше разобьем на дециле и будем считать вероятность дефолта в каждой дециле. Получится вот такая вот таблица, где записан порядковый номер дециле и вероятность дефолта в этой дециле. Что ж, мы теперь знаем, что в первой дециле модель предсказывает работу таким образом, что все люди, которые в ней оказались, имеют 5% дефолта на тестовой выборке, а в последней дециле 50% дефолта. Итак, теперь нам нужно каким-то образом выбрать одобренную сумму для этого человека. Эта сумма будет зависеть от продукта, от вероятности дефолта. То есть человек, если окажется в пятой дециле, мы знаем, что у него вероятность дефолта 25%. Ну, собственно, и от прибыли, которую мы ожидаем. Итак, давайте для примера возьмем вот такую простейшую формулу. Считаем, что мы предлагаем выданную сумму человеку 10 тысяч рублей. При этом, так как мы все-таки микрофинансовая организация, мы берем проценты за день, мы даем микрозаймы, то считаем, что пусть это будет 1% за день и считаем, что клиент в среднем держит займ 20 дней. При этом посчитаем все это для третьей дециле, то есть вероятность возврата займа 15%. Получается, что теперь человек, который взял 10 тысяч рублей, в случае, если он вернет нам займ, то есть это 85%, принесет нам прибыль за 20 дней, ну и плюс 10 тысяч вернет. Либо же, с вероятностью 15%, мы потеряем 10 тысяч рублей. Если посчитать, получается, ну, вроде бы 200 рублей имеем. Формула очень простая, но на самом деле жизнь немного сложнее, чем эта формула. И сейчас мы в этом убедимся. Если взять и вынести сумму из формулы за скобки, то получится, что, вообще-то говоря, нам нужно, чтобы вся эта скобка была больше нуля. И тогда получается, что мы можем давать человеку любую сумму, и он будет нам, так сказать, больше и больше денег нести. Но, как бы, логика это ошибочная. Ошибочная почему? Потому что, на самом деле, проценты, под которые мы выдаем займ, зависят от суммы. То есть, чем больше сумма, которую мы выдаем, тем меньше процентов. А количество дней, которым пользуется человек, тоже зависит от суммы. Логично, что если мы дали маленькую сумму человеку, то он и погасит ее быстрее. А если большую сумму, то будет дольше гасить. А вероятность возврата также зависит от суммы. Чем больше сумму даем, тем больше вероятность того, что человек не вернет. И получается, что форма уже не такая-то и простая. Например, можно посмотреть на график, который приведен на слайде. По оси Х отложена сумма, которая выдавалась, ну, сумма займа. А по оси У собранная сумма займа. То есть, сколько выдали, сколько отдали. А при этом есть три кривые. На графике кривые соответствуют группам людей, которые охарактеризованы как группа с низким риском, группа со средним риском и группа с высоким риском. И мы видим, что группе с низким риском мы можем выдавать большие суммы, потому что по оси Х они находятся правее, и они больше денег нам возвращают. Группе со средним риском мы можем выдавать поменьше суммы и группе с высоким риском еще меньшие суммы. Собственно, это ярко иллюстрирует то, что нельзя просто так эту формулу применить для всех. Нужно понимать, каким людям что мы выдаем. Если вы хотите более подробно ознакомиться с фактами, которые привели к этому графику, вы можете почитать статью. Итак, вот допустим мы все сделали, обучили модели, у нас есть сервис, он как-то работает. Как следить за его работой? Мы же не можем просто взять и оставить сервис на произвол судьбы. Для того, чтобы следить за работой, у нас есть ежедневные отчеты, построенные на логах сервиса. В этих отчетах мы наблюдаем за количеством заявок, которые поступило в сервис, за количеством одобренных заявок, за количеством выданных займов, за тем, как у нас генерятся признаки для моделей, чтобы если какой-то признак сломался, мы это сразу увидели. За тем, как у нас ведутся вероятности, которые предсказывает модель, чтобы они были похожи на те вероятности, которые находятся на тренировочной выборке. Также следим за причинами отказа, собираем статистики, которые напрямую не зависят от модели, но косвенно от нее зависят, например, дефолт первого платежа, потому что если мы когда-то включили модель, то мы хотим увидеть, что через определенное время дефолт первого платежа снижается, потому что модель наша стала лучше. Например, смотрим также на surplus на определенный день. Ну, это лишь на самом деле половина отчетов, которые я перечислил, их там много и много, вы можете строить, какие вам удобны. Спасибо за внимание.